всем привет сегодня на видео опять посылка из китая aliexpress это термоконтроллер или же термореле как хотите так и называйте уже готовое решение с выносным термо термодатчиком готовое решение купил подключил установил то есть имеется вот такой красивый корпус с креплением на плоскую поверхность есть вот такие полуфабрикаты так сказать скорее всего там тоже самое что и здесь примерно тоже выносной датчик реле а есть можно да я думаю может и в цену даже они одинаково идут вот заплатить и взять готовое значит имеется вариант данный вариант питания 220 вольт имеется возможность на 24 вольта купите на 12 вольт длина провода выносного термодатчика около метра да где-то наверное около метра датчик значит тут все просто без всяких заморочек вход 220 фаза 0 красный фаза черный 0 понятно и выход на нагрузку чем что то есть чем вы хотите управлять этим вот термодатчиком что включать от него настраивайте температуру и полностью у вас будет автоматизирован процесс в зависимости от температуры так подключил управлять будет лампой подключил через ваттметр сейчас включу посмотрим потребление на холостом ходу в режиме ожидания датчика я думаю там будет минимальное что ваттметр даже не заметит что мне еще тут интересно это скорость реакции на датчик то есть как будут меняться показания потому что в одном из видео я вам показывал подключал вытяжку через на реле санов с термодатчиком но там желать бы конечно большей скорости вот реакции на изме изменения температуры от датчика было не было ему цены так подключаю 1 и 4 ватта ну есть видите потребление имеется но понятно что должно быть так значит в данном вот режиме скорее всего высвечивается температура просто температура вот в помещении в данном нажав на клавишу вверх мы увидим заданную температуру включения реле и нажав вниз температуру отключения нажав и удержав кнопку мы можем менять показания по температуре нажали удержали и меняем также нажав и удержав то есть ждем сохранения есть также нажав и удержав изменяем температуру включения значит так температура выключения 22 и 9 градуса температура включения 26 градусов лампочка выключена беру датчик в руку и смотрим за изменениями температуры но маме моментально реагирует смотрите включение моментальная реакция это то чего я хотел очень быстро классно реагирует на изменение температуры теперь понятно что подключить нужно ждать пока температура упадет до ну вот до заданных 22 и 9 или же попросту взять и увеличить есть то есть мы дошли до той температуры которая в данный момент есть два либо два варианта работы данного реле это с нагревательными приборами и с охладительными приборами с нагревательными приборами это вариант когда вы температуру включения выставляете меньше чем температуру выключения то есть температура включения к примеру у вас 20 градусов 20 градусов зафиксировал датчик реле включилась включился нагреватель и ставите температуру выключения в районе к примеру 26 градусов, нагреватель догнал температуру, датчик зафиксировал 26 градусов, реле отключает нагреватель, нагреватель остывает, то есть температура в помещении падает, опять до 20 градусов. И второй вариант это управление, когда это реле будет управлять охладительными приборами, кондиционером, ну, наверное, кондиционер не потянет, а вот вентилятор какой-нибудь, что-нибудь в этом роде, когда температура включения больше, чем температура выключения. Ставите температуру включения, например, 26 градусов, 26 градусов зафиксировал датчик, реле включилось, включило вентилятор, вентилятор продувает комнату, температура падает до 22 градусов, температура выключения зафиксирована у вас 22, реле выключает прибор, который был включен. При выключении реле из питания, отключение и последующем включении настройки сохраняются, имеется внутренняя память, предыдущие настройки, те, что вы настраивали, не пропадают. Нажатием и удержанием двух кнопок происходит сброс к заводским установкам, а заводские установки у нас 25 и 40. Температурные границы работы реле от минус 50 до плюс 110 градусов, размеры 60 на 30 на 45 миллиметров. Также имеется возможность удлинить датчик и заменить его. Вот такой вот разъем. Можно очень быстро удлинить провод, имею ввиду датчика, или же заменить его полностью. Значит так, вот внутри реле, 20 ампер указано. Но я думаю, что для дольшей живучести, ну по максимуму можно использовать, наверное, нагрузку около киловатта. Но не больше. Заявлено 1500 ватт, я думаю, 1000 ватт будет в самый раз. Больше нагружать просто, я думаю, не стоит. Ну а так вот, внутренности, кого интересуют, можете, если видно это все дело, нажать на паузу и более детально рассмотреть. Как по мне, то отличный вариант, отличное готовое решение. Не надо мудрить с коробочкой. Не будет портить дизайн кухни или же вашей комнаты. Кого такой дизайн не устраивает, можно приобрести. Вот такой вот вариант полуфабриката, так сказать. И самому куда-то это дело все встраивать. В общем-то, то и это работает. По отзывам нормально работает, по крайней мере, данные у моего знакомого. Работают, управляют электроотоплением. Справляются с этим на отлично. Тут точно такой реле стоит. Ну и в данный вариант и тоже работают. Поэтому ссылку оставляю. Переходите. Недорого это, совсем недорого стоит. Не нужно самому ничего изобретать. То есть заплатить 3 копейки, купить, установить и радоваться. Также оставлю ссылку на данные терморегуляторы. На сегодня все. Всем удачи. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok